Всем привет товарищи! На обзоре у меня сегодня стилевый пауэрбанк от HOKO. Поехали смотреть! Данный товар на обзор предоставил магазин NeonCity. Кстати, старая назва магазина LED-технологии. Если вы являетесь подписчиком моего канала, вам будет скидка 10%. При покупке показывайте, что вы подписаны на мой канал и вам делают скидку в 10%. В магазине вы можете найти много разных аксессуарики к телефонам, автомобильные держатели, зарядные устройства, в том числе автомобильные кабели, USB-адаптеры, наушники, Bluetooth-наушники, разные элементы питания, пауэрбанки, портативные колонки. Можно закрыть практически любые вопросы по наружному либо внутреннему освещению вашего дома и не только. Доступно много освещения под заказ. В наличии также есть светодиодные ленты, LED-панели, разных форм-факторов, мощностей и цветов. Также есть все, что нужно попутно в этом направлении. Магазин находится по адресу город Черкассы, бульвар Щученко, 135, NeonCity. Будь ярким! Модель нашего пауэрбанка J26. Нам тут обещают 10 000 мАч. Красивенькая коробочка. И, кстати, товарищи, то, что сразу же бросается в глаза. Литий-ион capacity 10 000 мАч, rated capacity 6000 мАч. Что это значит? То, что внутри у него стоит аккумулятор напряжением 3,7 Вольта, емкостью 10 000 мАч. Ну, по крайней мере, они так пишут. А емкость 6000 мАч, это уже емкость, которую можно с него снять. Конструктивно внутри каждый пауэрбанк с собой представляет аккумулятор и степ-ап конвентер. Либо еще называется DC-DC повышающий преобразователь. Именно он делает из напряжения 3,7 Вольта напряжение 5 Вольт. Соответственно, понимаем, что у нас как бы в природе из чего-то меньше сделать что-то большее. Это, грубо говоря, нереально и маловероятно. Но в физике это, конечно же, возможно. И поэтому именно здесь уже идут потери. И, собственно, это и является КПД самого пауэрбанка. Здесь мы, если верить этим цифрам, КПД будет 60%. Ну, грубо говоря, по нолику закроем, да, 100% и 60%. Потому что знаю, что многие там, вот я купил пауэрбанк на 10 000 мАч, а он мне даже и 5 не отдал. Конечно, не отдал, потому что это емкость аккумулятора, которая внутри. А с учетом потери еще и, возможно, на некачественном преобразователе, то есть на конструктивном максимально простеньком, конечно же, там КПД вообще будет процентов, наверное, 40 или 50. И в целом скажу по своему опыту. Любой пауэрбанк, вот вы видите надпись там 10 000 мАч, смело сразу умножайте на 0,6. У вас получится 6 000 мАч. То есть это то, что он в состоянии залить в ваш телефон. То есть если у вас в телефоне аккумулятор на 4 000 мАч, то мы, следовательно, понимаем, что он его зарядит полтора раза. Так что, поехали смотреть. Упаковали нам тут очень, кстати, товарищи. Так, есть у нас QR-код для аутентификации, то есть отсканируй и пойми, что твой пауэрбанк оригинальный. Ну, это, конечно же, оригинал. То есть человек торгует оригинальными пауэрбанками от HOKA. Что сразу бросается в глаза, то, что это на подарок очень хорошо может быть, потому что контрастно-белый, контрастно-черный цвет. Его так соединили прикольненько. То есть я его открываю, я такой, ммм, вау. Так, ладно, это все мелочь. Кабель USB-MicroUSB. Тут ничего особенного. Сам пауэрбанк у нас имеет два USB-гнезда по 2.1 Ампера, как они здесь пишут. Да, каждый из которых по 2.1. И на вход у нас гнездо microUSB 2, пера максимум. Он достаточно тяжелый. Есть предположение, что может быть здесь даже и есть реальные 10 тысяч, ну или около того. На торце у нас есть одна кнопка, и с другой стороны у нас есть 4 светодиода. Когда я раз нажимаю кнопку, у нас засвечиваются 4 светодиода. Каждый нам показывает уровень заряда до 25%, 25, 50, 75 и 100%. Так что, давайте сейчас мы его тогда проверим. Отдельно его включать не надо. Он включается автоматически, как только чувствует нагрузку на USB-порте. То есть, как только вы что-то туда вставляете, он сразу же показывает нам напряжение. Заявлено нам 2.1 Ампера. У меня есть нагрузка в 2 Ампера. Включаем на одно гнездо. Будем смотреть просадку напряжения. 2 Ампера и просадка напряжения до 4,7. Ну, в целом, конечно, так себе результат. Не очень хороший. Кстати, ток сейчас постепенно падает. Это пример того, что вот эта вот нагрузка, она разогревается. То есть, она уже сейчас стоит достаточно теплой. Позже будет горячей. Потому что там растет сопротивление, соответственно, ток падает. А напряжение, кстати, у нас немножко растет. У меня так предполагаю, что напряжение рабочее будет 4,8 В. Так, окей, хорошо. Пробуем следующий порт. Следующий сказал заведующий. И подсоединяем. История у нас та же. То есть, они работают полностью одинаково, симметрично. То есть, показатели такие же. Так, проверим, сможет ли он одновременно заряжать 2 устройства. У меня есть мой разряженный пауэрбанк. Его мы и будем заряжать. Мой пауэрбанк заряжен на 25%. Не больше. Подключаем. Будем заряжать пауэрбанк от пауэрбанка. Супер логичная система, но ничего. 1 Ампер ток заряда. Напряжение 4,9. Очень даже хорошее, приемливое. Тут порядок. Посмотрим, как он будет себя чувствовать, если я подам нагрузку 2 Ампера на второй USB-выход. Есть просадка и по напряжению, и по току. Сейчас я их переподключу, чтобы посмотреть, действительно ли есть ток 2 Ампера на этом выходе. Так, запоминаем, на правом выходе у нас 0,8 Ампера. 1,8 Ампера. И на этом выходе, на котором сейчас заряжается пауэрбанк, мы знаем, что там уже сейчас падает до 0,8 Ампера. Следовательно, понимаем 1,8 на одном и 0,8 на втором выходе. То есть, суммарно ему нормально давать ток нагрузки до 2,6 Ампера. Так что, дальше будем делать тесты по реальной емкости, сколько в него зальется, и реальной емкости, сколько с него можно снять. Итак, по результатам тестов этого пауэрбанка могу немного подлить масло в огонь, поскольку реальная емкость встроенного аккумулятора составила 8333 мАч. В то время, как на самом пауэрбанке нам указывает 10000 мАч. Что является достаточно большим отклонением, но не критичным. В большую сторону нас порадовала емкость, которую можно снять с этого пауэрбанка. Указано у нас 6000 мАч, в действительности получилось 6241 мАч. И с помощью нехитрых подсчетов, выходную емкость разделив на входную, мы получаем коэффициент 0,75. Это означает, что КПД по емкости составляет 75%. Отмечу то, что на моем оригинальном сиомовском пауэрбанке КПД по емкости составляет 76%, что является очень и очень высоким показателем. В целом скажу, что если на пауэрбанке КПД является 70% и более, это означает, что преобразователь, который стоит внутри этого пауэрбанка, он качественный и правильный. И заряжать ваш телефон будет тоже правильно. О чем свидетельствуют следующие кадры, на которых видно, что при полной разрядке пауэрбанк отключается при напряжении в 4,9 В. И нет никакого постепенного уменьшения напряжения, к примеру, 4,8, 4,7, 4,6, как это бывает на дешевых и некачественных преобразователях. Что в свою очередь плохо заряжает ваш телефон, и он разрешается быстрее, чем бы вы его зарядили качественным преобразователем, либо от USB адаптера. На торце мы видим светодиоды, которые обозначают нам уровень заряда. И при минимально низком уровне заряда, последний светодиод, он мигает и обозначает нам то, что пауэрбанк отключается через считанные минуты. Габаритные размеры пауэрбанка составляют 140 на 70 мм, при толщине 16 мм. Вес 231 грамм. Ток заряда у нас также имеет небольшие отклонения, до 2 А он не добрался и выше, чем 1,7 он не поднимался. Соответственно, понимаем, что время зарядки будет не меньше 5 часов. Все это мы имеем при ориентировочном ценнике в 16 долларов. К покупке, конечно же, могу рекомендовать, особенно с учетом того, что полезная выходная емкость превышает указанное. У меня на этом все. Вам всем желаю хорошего настроения и огромной удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok